МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Президент Беларуси сегодня примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного Государства в Москве. Предполагается, что речь пойдет о важнейших вопросах, стоящих сегодня перед интеграционным объединением. Ожидается, что многое из этого Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят приличные встречи, которые состоятся перед началом заседания. И сегодня же главы двух государств посетят 4-й форум регионов Беларуси и России, который в этом году посвящен интеграционному развитию в сфере высоких технологий и инноваций. Крупнейшая переговорная площадка начала работу накануне в Москве и собрала рекордное число участников. В этом году форум посвящен инновациям, науке, новым технологиям. Это очень важно сегодня, потому что именно на научной основе можно строить свое экономическое благополучие на перспективу. Поэтому сегодня есть такая возможность еще раз убедиться о том, что и Российская Федерация, и Республика Беларусь имеют очень много своих собственных национальных разработок в области новейших технологий. Напомню, это уже четвертый форум по счету. В этом году он посвящен сотрудничеству Беларуси и России в инновационной сфере. Нынешний пакет контрактов оценивают в 400 миллионов долларов. Неустойчивый газовой фронт продолжает движение через территорию Беларуси. Еще накануне вечером во власти непогоды оказались западные районы страны. Без электричества остались более 450 населенных пунктов из наиболее крупных – города Слоним и Дятлова. Всю ночь здесь продолжались восстановительные работы. Социальные объекты, больницы и роддома были подключены к резервным генераторам МЧС для бесперебойного обеспечения энергии. Ночью ливни и грозы добрались до столицы. Непогоду сопровождал порывистый ветер. Сегодня днем на большей части территории страны ожидаются грозы. На востоке в отдельных районах – град и сильные ливни. Объявлен оранжевый уровень опасности. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности. Непогода обрушилась и на Китай. От наводнения в восточном и центральном районах пострадали более 5 миллионов человек. Стихийное бедствие спровоцировали сильные ливни, которые уже неделю заливает регион. Улицы городов и деревень превратились в бурлящие реки. Без вести пропали по меньшей мере 13 человек. Разрушены более 7 тысяч зданий. Наводнение уничтожило и важную туристическую достопримечательность – 800-летний радужный мост. Деревянная переправа была построена таким образом, что ни одно наводнение ранее не могло полностью разрушить все 11 его секций одновременно. Именно поэтому основная часть конструкции сохранялась в течение 8 веков. А в Польше активно обсуждают судьбу 230 памятников советского периода, в частности Красной Армии. Их намерены снести после того, как парламент принял поправки к закону о декоммунизации. Пока есть только предварительный технический список с их перечислением. В течение года органы местного самоуправления с Институтом национальной памяти Польши определят, что и когда сносить. Некоторые демонтированные памятники готов принять в музей холодной войны на северо-западе страны. Это целая галерея на территории бывшей воинской части Советской Армии. 300 гектаров выставочных площадей. В Беларуси усовершенствуют механизм защиты прав детей в неблагополучных семьях. В стране создается специальная межведомственная группа, которая займется контролем ситуации. Правда, вначале специалистам придется разработать порядок мониторинга. Другими словами, ответить на вопрос, каким образом он будет осуществляться. О результатах своей работы им придется сообщать напрямую в Совет министров. Предоставлять подобную информацию обяжут и чиновников на местах. Координировать работу будет заместитель премьер-министра Василий Жарко. Агрогородок Буцлов готовится принять около 20 тысяч верующих со всего мира, которые приедут, чтобы поклониться чудесной иконе Божьей Матери Буцловской в знаменитом костеле Бернардинцев. Это одна из самых почитаемых католических святынь Беларуси. Буцловская икона прославилась многочисленными чудесами. Историки приводят тот факт, что во время Великой Отечественной войны через Буцлов трижды проходила линия фронта, но ни одна бомба не упала на храм. Чудом сохранились и костел, и знаменитые иконы. Сегодня в местном храме начнутся богослужения. Вблизи будет разбит палаточный городок и организована специальная программа. На этом выпуск завершен. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт tv.bym. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра. Редактор субтитров А.Семкин